Первый шаг, который нужно совершить, есть возвращение к Богу. Человек ведь ушел от Бога. Человек ходил по собственному желанию, против Божьего закона, против Божьей истины. Теперь покаяние. Покаяние — это и есть обращение. Это когда мы снова идем к Богу. И вот смиренный, сокрушенный человек вызывает Богу и говорит, «Боже, помилуй, Господи, помилуй меня». Вот это первый шаг. Именно это сделал блудный сын. Он вернулся к отцу. Именно так поступает и любой блудный сын. Он возвращается к своему небесному отцу. Блудный сын говорит, «Отче, я согрешил против неба и против тебя. Я не достоин называться сыном твоим. Сделай меня одним из работников твоих». Иеремия 3.12 «Возвратись, отступница, дочь Израилева, — говорит Господь, — «я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — вернись ко мне». И вот, когда человек возвращается к Богу, нужно сделать второй шаг. Признаться Богу в своем грехе. Да, блудный сын пришел к Богу и говорит, «Я согрешил против тебя». Он не оправдывается. Он не объясняется. Он просто берет на себя ответственность. Он говорит, «Да, я согрешил». Бог не хочет, чтобы вы оправдывались или объясняли, кто виноват, почему это произошло. Богу это неважно. Бог умеет слушать, и Он готов слушать ваше искреннее исповедание греха. Псалмопевец Давид говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего». Я сказал, «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». «Ничего не скрывайте от Господа, все изливайте перед Ним». Иеремия 3,13 «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. А глаза моего вы не слышали», говорит Господь. Значит, нужно признаться в грехах, сказать, «Я сам виноват». Перечитайте Псалмы 31, 37, 50, потому что именно в этих Псалмах Давид берет на себя свой грех. Именно так же должны поступать и мы. Когда мы исповедуемся, Бог очищает нас. Но очищает нас Он только тогда, когда мы уже исповедались. Честно, искренне признайтесь в грехах перед Богом. Третье. Оставьте свой грех и не допускайте его повторения. Послание к римлянам, 13 глава, 12 стиха. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Смотрите, нужно отвернуться от греха и избавиться от всего, что вас может ввести в грех. Если вы увлекались порнографией, уберите всю порнографию из дома, из компьютера. Если вы выпивали, избавьтесь от алкогольных напитков в принципе. Если у вас есть связи какие-то с людьми, которых не должно быть, не звоните им, не пишите этим людям, уберите их адреса, телефоны отовсюду. То есть не просто вернитесь к Богу, но по Божьей благодати оставьте этот грех позади. Отвернитесь от него. Притча 28.13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». И следующий шаг, который обязательно нужно сделать. Вы уже сказали, «Я оставил грех позади». Вы принесли этот грех к Господу. Вы прилепляетесь к Богу. Вы возвращаетесь к вашему Небесному Отцу. Вы говорите, «Да, я грешник, но ты простил меня, ты очистил меня». Вы сделали все, чтобы больше по Божьей благодати не повторять этот грех. А вот теперь очень важная вещь. Позвольте Богу любить вас. Примите Божью любовь и Его прощение ваших грехов. Он очистил вас. Ответьте на истину. Примите истину о том, что Бог простил вас и очистил вас от всякого греха. И здесь я говорю людям вот о чем. Поймите, что сделал Бог с вашим грехом. И ключевые стихи здесь вот какие. «Как далеко восток от запада, так ударил Он от нас беззакония наши». Он буквально убрал их из виду. Он не видит их. Еще один стих. Бог говорит, «И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Ихи 17, 19. Бог оживил нас во Христе, простив нам все грехи наши. Не забывайте об этом. Повторяйте это. Отвечайте на это. Верьте в это. И пусть ни сатана, ни кто другой не уведет вас с пути Божия. Потому что вы отвернулись от греха, вы вернулись к Богу, оставили грех. И теперь, с Божьей точки зрения, вас от Бога ничто не отделяет. Все хорошо. Бог забыл. Бог очистил вас. Все. Вот это очень важно. Еще один шаг. Подтвердите свое положение во Христе. Как это сделать? Перечитайте послание к Эфесианам, первая глава. Посмотрите, что говорится там о вас и о вашей сущности. Чрезвычайно важно помнить о том, кто мы во Христе. Давайте перечислим здесь несколько моментов. Послание к Эфесианам 1, 3. Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением. Бог избрал нас в нем прежде создания мира. Четвертый стих. Пятый стих. Он усыновил нас. Шестой стих. Он дает нам благодать свою. Седьмой, восьмой стихи. Он искупил нас. Он простил нас. Одиннадцатый стих. Бог совершает все для нас по воле Своей. Тринадцатый стих. Бог дал нам залог Святого Духа во Христе. Поймите, кто мы во Христе. Поймите наше положение во Христе. Радуйтесь. Подтверждайте это положение. Да, конечно, к вам, верующему человеку, это всегда относилось, но потом вы ушли от Бога, а теперь вы вернулись к Богу. Вы признались в грехе, и теперь вы прощены. И вы восстанавливаетесь, потому что Бог любит вас. Бог простил вас. И сейчас можно перечитать такой фрагмент, как и в Весеном, первая глава, и сказать, да, вот это относится ко мне. Вот кто я. Все это всегда относилось ко мне. Я только забывал об этом. Я возлюбленное дитя Божие. Я принят в Божию семью. Он дает мне свою благодать. Пусть эти истины будут в вашем сердце. Апостол Павел пишет об этом в 1 главе, в 18 стихе послания к Ефесину. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». «Очи сердца». Интереснейшее выражение. Дело в том, что, когда открываются очи сердца, тогда слова Священного Писания становятся для вас личными. Вы видите, что лично говорит вам Бог через Священное Писание. И вы обращаетесь к Богу. «Боже, спасибо Тебе за то, что Ты меня сокрушил и восстанавливаешь. Спасибо, что показываешь мне, кто я. Спасибо, что даешь мне понимать это и жить по Слову Твоему». Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И вот, когда человек сокрушен, когда он покаялся, когда он вернулся к Богу, когда он признался в грехе, когда он оставил грех, когда он принял дар Божьей благодати и прощения, когда он вспомнил о том, кто он во Христе, нужно убедиться, что он умеет сопротивляться дьяволу, потому что дьявол будет продолжать за ним охотиться. Будут и угрызения совести, будут и обвинения. Сатана не хочет свободы для человека. Да, человек покаялся, но Сатана и дальше будет его обвинять. Поэтому очень важно, чтобы этот человек знал, как пользоваться духовным мечом, Словом Божьим. И есть еще один шаг, который тоже нужно предпринять. Человек говорит, «Я признался в грехе, я сопротивляюсь Сатане», но нужно задаться вопросом, не требуется ли восстановление, не требуется ли что-то возместить. Евангелие от Матфея 5, 23, 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Принцип заключается в том, что ход за вами. Вы сделали все, что необходимо, вы примирились с Богом, но нужно примириться еще и с людьми. Может быть, что-то должно быть заплачено, может быть, нужно что-то выплатить, может быть, что-то нужно вернуть. Тогда придите к человеку, против которого вы согрешили, конкретно ему скажите, в чем вы виноваты перед ним. Не пытайтесь оправдаться. Просто скажите, «Да, я был неправ», и просите прощения. Но я хочу вас предупредить. Иногда гораздо проще получить прощение у Бога, чем у других людей. Иногда вас не простят, но в послании к римлянам 12, 18 говорится, насколько это зависит от вас. Старайтесь быть в мире с людьми. Большинство людей примут ваши извинения, но не все и не всегда. Если вдруг не примут, знайте перед Богом, что вы сделали все, что от вас зависит. И действуйте дальше, идите дальше. И еще, не скатывайтесь обратно в грех. Признайте, что у вас есть слабые стороны. Откройте это своим близким друзьям. Найдите людей, которым вы доверяете, которые вас любят, которые заботятся о вас, не ради себя, но ради вас. И искренне расскажите им о том, что в вашей жизни происходит. И будьте им подотчетны. Я понимаю, что навязать подотчетность извне невозможно. Иногда люди пытаются это сделать, ничего не получается. Подотчетность насильна. Подотчетность извне обычно приносит больше зла, чем благо, потому что в такой подотчетности люди пытаются вами управлять. Они пытаются вас заковать. Но лучшая подотчетность происходит тогда, когда вы сами обращаетесь к близким друзьям и говорите, «Я хочу быть тебе подотчетным». Задавай мне любой вопрос всякий раз, когда ты хочешь его задать. Обязательно расспрашивай меня. Я хочу, чтобы ты меня расспрашивал. Как у тебя дела в духовном плане? Что у тебя происходит? Как ты восстанавливаешь свой путь с Богом? Насколько ты одерживаешь победы в своих мыслях, в своем сердце? Как молиться за тебя? И если такие вопросы вам будут задаваться, по крайней мере, близкие друзья, они помогут вам не отклониться от Божьего пути. А потом продолжайте жить, чтобы прошлое не тянуло вас назад. Просто продолжайте жить перед Богом. Важно также, чтобы люди, которые работают с вами, могли сказать, «Да, мы знаем, что этот человек вернулся к Богу. Мы знаем, что этот человек разобрался со своим грехом. Мы знаем, насколько это возможно, что он ушел от греха, что он в Господе, что он ходит с Богом, что он сопротивляется сатане, что он подотчетен нам. Очень важно, чтобы у вас была команда, команда единомышленников, которая помогает вам в возвращении к Богу. И эта команда будет отвечать на вопросы, которые у кого-то могут возникнуть. Помните, я говорил о моем друге Джеффе, который упал, упал из-за алкоголя, упал из-за всего того, что происходило в его жизни. Он потерял семью, потерял здоровье, потерял положение и дом. Он обанкротился. И вот все ниже и ниже падал. И, наконец, Бог начал его сокрушать. Вот как сам Джефф описывает эту ситуацию. Он говорит, «Второго ноября 2011 года, вечером, я сидел согнув спину, прижавшись спиной к камням парапета, и дождь лил на меня. И я был бездомным, настоящим бездомным. Я думал, мир ненавидит меня. И я ненавижу себя. До чего я дожил? До чего я дошел? Я растерял всех и все, что было для меня важно. Я говорил, «Не важно мне теперь, живу я или нет». Джеффа нашли в таком состоянии. Его привезли в больницу. И там, на протяжении месяца, он был в реанимации. Десять дней в коме. Ему пять раз перезапускали сердце. Думали, что он не выживет. А потом Джефф продолжает, «Бог через вот это сокрушение моего тела начал сокрушать и мое окаменевшее сердце». Бог действительно сокрушил его сердце. Джефф покаялся. И об этом мы будем говорить в другой лекции. Субтитры создавал DimaTorzok